Итак, наша тема сегодняшняя, мы продолжаем тему отношений, любви, то есть вида любви. И это очень и очень глубокая тема, и, к сожалению, люди не понимают природу семейного счастья вообще чаще всего. Даже те, кто ходят на мои лекции, они мне вот эти все вопросы задают, указывающие на то, что непонимание природы семейного счастья колоссально в нашем сердце. Это просто так устроен человек, он не разбирается в этом глубоко. Еще раз, смотрите, как мы, вот какая у нас есть схема понимания вещей. То есть первое, чего мы хотим вот с детства, это мечты, мы хотим влюбленности, не любви. То есть мы хотим, чтобы было счастье в жизни. Ну то есть при чем мы хотим, чтобы оно было само собой. Вот это, ну изначально то, что чего мы хотим. Женщина хочет гармонии, нежности, ласки, взаимоотношений. Вот, она то, что хочет с детства. Мужчина хочет быть сильным, победителем, хочет, чтобы его жена уважала, чтобы она ему подчинялась, чтобы она его слушалась, и чтобы она его ценила, там и так далее. То есть это все просто хочется. Но самое удивительное заключается в том, что это то, что не приходит вообще никогда к человеку само собой. И самое удивительное заключается в том, что это Бог дает все равно человеку просто так, для того, чтобы показать ему, что это есть. И просто так вот это то, что нам Бог дает, это называется влюбленность, или когда люди находят друг друга, они испытывают счастье друг с другом. То есть вот это ощущение счастья друг от друга, ощущение влюбленности, красоты человека. Как мы сегодня ехали на лекцию, там была песня. Вижу тень наискосок, рыжеберик полоску ила, я готов целовать песок, по которому ты ходила. Ну, если, допустим, как он говорит, 10 лет назад, если бы, говорит я опять, он песня так поет, что если 10 лет назад вернуться, то я бы вот так чувствовал, такое чувство от тебя было. А сейчас что-то другое какое-то чувство, оно прошло. Ну, то есть идея в том заключается, что люди как раз вот они хотят, они видят, спят и видят, что они должны получить это счастье за так. И это счастье за так называется влюбленность. Ну, просто, чтобы от близкого человека было хорошо. А если от близкого человека уже нехорошо, значит, ну, что с ним жить-то? Какой смысл? Вот так люди мыслят. Причем все до одного. Теперь, правило номер один. Влюбленность заканчивается всегда и у всех. И даже есть такая психолог, по-моему, Алешкина ее фамилия, она сделала, или Алешина, она сделала такой интересный вывод, что она пронизировала много семейных пар, и она сделала такой график буквой В. В этом графике сначала влюбленность идет, потом постепенно затухают отношения, потом или развод внизу, или рецессия отношений полная, потом подъем. Подъем, вот на уровне подъема, означает, что-то новое произошло в отношении. И что-то новое означает как раз настоящая любовь. То есть люди живут, у них влюбленность гаснет. Они, в принципе, когда чуть-чуть хотя бы есть, они, ну, живут тем, что есть, и потом, когда уже совсем на нуле, они думают, что-то мы не подходим друг к другу, и расходятся. Так 80% делают людей. И потом, как бы, меняют шило на мыло, потому что лучше от этого не становится. То есть опять то же самое потом. Причем укорачивается этот период влюбленности. И один мой знакомый в Москве, в московский озорной гуляка, он говорит, Олег Геннадь, что-то странно. Он там уже 40 лет, он все холостой. И говорит, что-то странно, Олег Геннадьевич. Сейчас вот в девушку влюбляюсь, и уже влюбленность длится несколько часов всего, там, или день, а раньше годами любить. Я говорю, как бы, все кончается в этом мире. То есть влюбленность – это просто подарки Бога. Сейчас, то есть Бог что-то подарков меньше начал давать. Так он тебе дает подарки, чтобы ты женился, а не наслаждался женщинами. И он начал думать. Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что влюбленность – это подарок Бога. Это то, что мы должны увидеть в близком человеке. Что делает Господь? Он соединяет сердца тех людей, которые по судьбе друг к другу подходят. Подходит – это значит, у них и хорошее похожее, и плохое. Вот. И что он делает? И Господь выходит, выводит наружу хорошее в человеке и скрывает плохое. И человек – вау! И начинает как бы испытывать счастье от другого человека. То есть чувствовать как бы круто так, очень с ним вот так хорошо, мне нравится. Вот. Ну, то есть… И это все означает просто try and buy. Ну, то есть демоверсия. То есть посмотри, вот какой человек изнутри, у него вот столько вот хорошего есть, он вот такой. Это влюбленность. А потом ты должен сам в отношениях своих увидеть то же самое. Добиться сделать так, чтобы человек так же открывался перед тобой, как ты его увидел в первый раз. Один священник спросил своего наставника, вернее, ученик наставника спросил, говорит, учитель, это православный такой священник, ответил ему, говорит, учитель, а как сделать так, чтобы я всегда жену любил? Он говорит, а ты вот научись видеть в ней то, что ты видел, когда ты ее первый раз увидел при встрече. Когда ты научишься ее чистоту вот эту всю видеть, всю жизнь, тогда ты ее всю жизнь не будешь любить. Но чтобы научиться чистоту эту видеть, для этого надо человеку служить, а не ждать от него этого счастья. Говорит, раньше ты со мной по-другому разговаривал, раньше ты на меня по-другому смотрела, потому что это все было от Бога, и это называется влюбленность. А теперь вам надо уже самим это все вырабатывать из себя с помощью служения. И вот не прокатит уже никакие ожидания. То есть ожидания закончились, и это закономерность. Не то, что что-то у нас не так, как у всех. Все что-то счастливые ходят, а у нас что-то завяли помидоры. Прошла любовь. Вот. Так это у всех так. Просто они не у всех одновременно завидают. Поэтому это кажется, что у вас вот так, а у всех не так. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...